Ассалам алейкум, дорогой брат. Упоминается ли имамат в Коране? В Коране вопрос имамата является одним из центральных вопросов. Одним из центральных тем и вопросов Священного Корана является имамат. И по этому поводу, по поводу имамата, имеется огромное множество аятов Священного Корана. Ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять. Огромнейшее множество аятов Священного Корана. Я приведу несколько примеров. С этими аятами можете сами ознакомиться. Например, 72 аят и 73 аяты 21 суры, где Всевышний говорит Что мы сделали их имамами, которые по нашему приказу, по нашему велению ведут прямым путем. Или же другой аят Священного Корана, пятый аят, 28 суры. Этот аят касается его святых имам Махди, что мы хотим даровать тем, которые были угнетены, тем, которые были ослаблены на земле. И сделать их имамами, и сделать их наследниками земли. Что они те, кто наследует эту землю. Этот аят по поводу наших имамов, этот аят по поводу его святлости, имам Махдаджа Аллаху в Раджаху Шариф. Или другой аят Священного Корана, 24 аят, 32 суры. Ваджа'альна минхум аиммата не ахдуна би Амрина. Что мы сделали из числа Бани Исраиль, тех, кого назначили имамами, которые ввели по нашему приказу. Или же 59 аят, 4 суры, где Всевышний говорит. То есть, о верующие, следуйте, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь Посланнику и обладателям власти среди вас. Этими обладателями власти среди вас являются имамы Ахляль-Бейт, которым даровано знание, которым дарована власть. Или же 55 аят, 5 суры. Что вашими вали, вашими правителями, вашими покровителями является Аллах, Его Посланник и верующие, которые совершают молитву и платят за закат, будучи в поясном поклоне. Это только небольшое количество, очень небольшое количество аятов, которые посвящены вопросу имамата. В некоторых преданиях, которые дошли до нас непорочных, например, в частности, в Усулиль-Кафе имеется предание, которое является достоверным. Во втором томе Усулиль-Кафе, 628 страницы, приводится предание от его светлости имама Бакира, который изволил сказать что темы Корана можно поделить на четыре части. Фина, робун, то есть часть, четверть, анас, то есть Абахляль-Бейт. Робун фина, ва робун фи адуввина, четверть относительно наших врагов. Четверть являются суннатами и историями и примерами. А еще четверть Корана, это практические положения, это приказы, что делать и чего не делать. Таким образом, имамат не просто упоминается в священном Коране, а более того, является одним из центральных вопросов священного Корана. Просто здесь необходимо правильное изучение, правильное чтение, правильное понимание священного Корана. Почему? Потому что если понимать священный Коран в отрыве от толкования самого посланника Аллаха, и в отрыве от толкования непорочных имамов, которые являются истинными толкователями священного Корана, то многие истины, которые дошли до нас, которые, о которых говорится в священном Коране, то многие эти истины будут нам просто-напросто незаметны. Мы даже не поймем, о чем речь, мы просто пройдем мимо. Как, в принципе, и делают большинство мусульман, когда изучают священный Коран, когда читают священный Коран. Они многие вещи просто-напросто не понимают, о чем там идет речь. И сейчас я говорю не просто о каких-то обывателях, даже великие толкователи, великие ученые из числа большинства, они в тех или иных случаях говорят, что мы не понимаем, о чем здесь речь идет. Они высказывают свою беспомощность. Они говорят о своей беспомощности в понимании Корана.